День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Хобби или страсть? Коллекционирование или собирательство? Безделушки или сокровища? Погружение в мир изящных вещей с Александрой Чудновской в программе «Павильон коллекционера». Каждую среду в 12 часов только на Радио Болтком. Итак, добрый день. В эфире Радио Болтком «Павильон коллекционера» Александра Чудновская, Александр Шунин. Вместе будем вести эту программу. И у нас в студии гости, руководители проектов музея «Рижский центр Югенстиля» Юлия Трофимова. А почему именно такой выбор гостей, объяснит Александра Чудновская. После того, как я напомню, номера телефонов прямого эфира для связи с нами можно позвонить, высказаться, поделиться соображениями, задать вопросы 6721-2939, 6721-3939, либо написать нам в чат ватсапа 230-6191. Итак, Александра, вопрос от Александра. Почему мы сегодня говорим с Рижским центром Югенстиля и его представительницей Юлией Трофимовой? Мэ, добрый день. Мой выбор сегодня такой, потому что все мы знаем, сейчас у нас замечательный праздник, Пасха происходила, еще предстоит вторая часть Пасхи. И первая же вещь, которую хочется обсудить и поговорить, это предметы, традиции и вообще про сам этот праздник, про то, как все это украшается, все, как это можно оформлять. И мой выбор выпадает, я пригласила Юлю, потому что музей Рижский Югенстиля, он каждый год, уже не первый год, у них есть традиция оформлять помещение музея с атрибутикой, пасхальной атрибутикой, но ее очень много, и она очень разная. И я хочу один раз взять и разобраться все-таки, почему кролики, почему цыплята, почему корзинки, и вообще, зачем мы, собственно говоря, красим яйца. Я подумала, что лучший вариант – это спросить у тех людей, кто этим занимается постоянно, ежегодно, интересуется этой темой. Абсолютно профессионально. На профессиональном уровне. Так что, Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, и первый же у меня вопрос, собственно говоря, к Пасхе, да, это, наверное, первая вообще ассоциация. Вот у меня, например, это кролик или курица. Что вы можете сказать на этот счет? Потому что символами, пасхальными символами, очень на многих отображениях, вот является кролик, курица, ну и, конечно, пасхальное яйцо. Ну, чтобы вначале яйцо или курица – это очень философский вопрос. Кролик, кстати говоря, или заяц, это кому как больше нравится, он появился гораздо в более позднее время, да, так что, ну, исходя из того, что, во-первых, конечно, праздник, он связан с днём весеннего солнцестояния, то есть наши далёкие-далёкие предки, ну, замечали цикл движения солнца, день становится длиннее, природа оживает, особенно в северных наших широтах, соответственно, ну, разве это не повод отпраздновать? Ну, соответственно, пасхальные традиции, которые сейчас у нас, конечно, больше христианские, они зародились гораздо-гораздо раньше, и яйцо, оно, во-первых, как символ жизни, потому что объект, который, в принципе, похож на камень и кажется неживым, после определённого времени оживает. Превращается. Как? Да, превращается в цыплёнка. Во-вторых, ну, овал близко к кругу, символ солнца. Опять-таки, возвращаемся к солярной традиции поклонения солнцу, поэтому яйца. Когда уже мы переходим к религии, конечно, любая религия будет использовать то, что уже популярно. То есть, чтобы далеко не ходить, у нас праздники, которые будут людям близки и понятны. И обращая их в христианство из язычества, лучше всего их сделать это мягко, да, перенаправив их языческие традиции в христианское русло. Поэтому яйцо, как главный символ Пасхи, он сохраняется. Что касается кролика или зайца, эта традиция к нам в Латвию пришла из Германии. И, кстати говоря, в Англию и в Соединённые Штаты это тоже немецкая традиция. Остерхазе, да, это богиня. Да, заяц и остерия – это богиня. Да, это германская богиня, заяц. Ну, заяц – это тоже символ жизни. Мы все отлично знаем, как хорошо размножаются зайчики. То есть, соответственно, заяц, как символ жизни, очень прыткий, очень верткий и плотно пристал символом. Таким образом он приходит, да, в ноги странные. Да, потому что, скажем, слоны в наших широтах не водятся, ну, слонёнок, он один, его долго нужно ждать, его долго растёт, да, то есть, а кролики, их много всегда. Ну, зайцев тоже. Отлично. Значит, с яйцами, с кроликами более-менее уже понятно. Давайте поговорим ещё о… Ещё один вопрос, который тоже сегодня очень меня интересует, это, естественно, традиция на окрывание столов, да, пасхальный стол, потому что пасхальный стол сегодня, да, ну, вот на моей, вот при моей всей жизни, сколько мы отмечаем Пасху, это стол, на котором находится, ну, помимо куличей Пасхи, ещё всякие там наборы блюд разных, салатов, ну, в общем, всего, что только можно, да, выставлять на стол, накрывается более того огромное количество в интернете, уже столько ресурсов, информации о том, как лучше украсить этот пасхальный стол. Ну, собственно говоря, понятно, что на этом сегодня уже это просто, ну, даже уже какая-то часть моды, то есть это уже превратилось даже в определённый такой культ, но, тем не менее, есть всё-таки традиции, есть основа пасхального стола, и вот у меня тут тоже вопрос всё-таки про наши широты, вот про Латвию, да, вот расскажите, пожалуйста, что вот у нас в Латвии именно по столу. По столу, ну, если мы говорим конкретно об украшении стола, то этот стол, ну, как праздничная сервировка, по его центру размещали какие-либо головные пасхальные блюда и композиции, да, то есть, ну, скажем, я с тобой принесла книгу, она немножечко разваливается, потому что она очень старенькая, это мои бабушки, точнее её даже. То есть здесь вот у нас рекомендации по сервировке стола, вот если видите, то посередине рекомендуется ставить жерденьерки. Жерденьерка – это особая ваза, в которой размещается небольшой балкет, и они связаны между собой лентой. Ленты, как правило, на Пасху либо жёлтые, либо зелёные. Но это тоже к нам приходит всё? Это всё Западная Европа, это сервировка, ну, во время югенда, это, конечно, сервировка. И посмотрите, здесь посередине украшение и стол рекомендуется не загромождать, потому что гости должны сидеть с комфортом. Что касается блюд, то, ну, конечно, мы, опять-таки, в середине мы можем разместить корзину, которая будет полна крашеных яиц. Корзина тоже может быть украшена лентами, украшена вербой. Также, если успели прорастить овёс, яйца могут разместиться вот на, как бы, на зелёной подушке, да? На травке. На травке. Можно поставить, например, корзину с тем же самым заяцем. Заяц, конечно, будет не тот, который мясной, а либо это будет печенье, либо это будет шоколадный заяц, формочки, соответственно, нужны. Но тогда она покупалась, получается, шоколадный заяц, да? Можно было купить в кондитерской, само собой, а можно было купить формочку и сделать самому. Растопить шоколад и дома, в домашних условиях. И у нас это делали? Да, у нас это делали. И формочки продавали, формочки были импортные чаще всего, потому что на территории Латвии железа, как и пока, ископаемого нету. То есть, стрелитейная промышленность уже работала, изготавливала формочки. Так что, то, что мы сейчас говорим о коммерциализации, ну, это не новость. Потому что сегодня, если мы заходим в магазин, я раньше думала, ну, то одна беда, это Новый год, когда за три месяца до начала новогодних праздников все магазины перекрашиваются в совершенно сумасшедшие цвета и краски, гирлянд. Потом есть еще День Святого Валентина, но это не к этой программе, когда все становится красным. И сегодня у нас это пасхальные, вообще каникулы и пасхальные праздники, когда все магазины завалены свечами, искусственной травкой, не знаю, там, открытками, картинками, в общем, непонятно чем. Я, кстати, не обращала внимания по формочке. Всем, чем нужно, всем, чем нужно. Все, что можно купить, да. Юля, скажите, пожалуйста, Александр совершенно справедливо рассказывает, перечисляет наборы, то, что сейчас в магазинах присутствует. Ну, это такие, как правило, одноразовые вещи, вряд ли кто-то хранит из поколения в поколение, в семье передает. Что касается вашего музея, вы с собой взяли не только старинную книгу, но и открытки. То есть были какие-то вещи, достойные того, чтобы сохранить и приумножить, и оставить, и сейчас это в вашей коллекции находится. Да. Ну, что касается коллекционирования открыток, то, ну, как только появились открытки в середине XIX века, то, соответственно, появились и коллекционеры, да. Поэтому, ну, каждый человек, ну, может выбрать, что ему больше нравится коллекционировать, и кто-то собирает в том числе и открытки. А открытки, конечно, пользовались популярностью, их посылали по различным поводам, ну, и, конечно, Пасха один из таких поводов, чтобы поздравить. Кроме того, ну, здесь, конечно, я принесла это копии, да, так что, ну, потом можно... Напомните себе, да, открытки, как форма еще была. Да, как форма. Какие сюжеты основные были в сегодняшний день? Ну, пасхальные, это, само собой, те же самые. В принципе, все те же самые. Все те же самые. Ну, посмотрите, да, то есть, ну, пожалуйста, цыпленок, верба, форма яйца. Снова, цыпленок, бабочки, да, бабочка, как символ души. Ну, ласточка несет письмо, опять-таки, посмотрите, из фиалок яйцо сделано. А цветы тоже, да, имеют, наверное, как-то, что цветок мало значения. Да, ну, потому что фиалка, она фиолетовая, это как один из символов веры, да, потому что, ну, и фиолетовый цвет во время югенда очень-очень популярный был. Поэтому часто использовали, ну, фиолетовые тоже. Ну, заяц с яйцами, то есть, ну, здесь уже такой юмористический сюжет, что вот корзина, вот хозяйка бежит, потому что козы подрались, яйца рассыпались, скандал, ужас, да, юмористические открытки тоже были. Кроме того... Ну, потому что праздник был радости, в основном. Да, кроме того, могли открытка, ну, как открытка, она сама по себе, а вот что наобороте было, иногда это тоже имело большое значение, потому что еще не забываем, что при помощи корреспонденции, ну, сейчас у нас есть разные ватсап-чатики, телеграммы, а раньше можно было устроить секретную переписку при помощи даже не текста, можно было выбрать соответствующую открытку с символикой, а кроме того, еще был особый язык почтовых марк. О, расскажи. Ну, почтовые марки, кстати, это по-любому, да, то есть нужен был формальный повод, например, послать открытку. Пасха, о, идеально, да. Да, я вас просто поздравляю, но наобороте при помощи марок и их размещения можно было передать целое послание. Ну, это целая наука. Это отдельная программа. Это отдельная. Ну, пойдемте пару примеров. Ну, пару примеров, потому что, например, если марка повернута, как мы традиционно клеим марку, да, то есть вверх, и это у нас правый верхний угол. Это означает «да». Это означает «да», я согласен, чтобы по правилам почты ее переправили. Да, потому что почта обязала клеить именно так, потому что… Разве это что-то может означать кроме… Да, потому что если марку наклеить по-другому, например, ее можно перевернуть. Так, что означало? И тогда это будет над «нет». Кроме того, ее можно было поклеить диагональ. А можно было наклеить две марки. Одну в одну сторону, другую в другую сторону. Сомневаюсь. Например, да, можно было обклеить фактически всю обратную сторону, такие конверты… Ну, не конверты, а марки. Марки стоили денег. Да, марки стоили денег, но в любом случае при помощи этих марок отправляли целые послания. Поэтому почта с ума сходила, потому что, ну, как бы, от номинала зависит, куда мы отправляем, да, дальность посылки. Тут получается, что письмо вроде как должно уйти, не знаю, в Антарктиду, но реально ее посылают из Риги в Юрмалу. При помощи этого языка, ну, молодые люди, которые иногда запрещали между собой общаться, они таким образом передавали между собой… Скрытые послания. Скрытые послания. Ну, конечно, смешно говорить. Это точно так же, как наши подростки иногда считают, что мы совершенно не понимаем, если по телефону прозвучала фраза «шнурки в стакане», и мы этого совершенно не знаем. Ну, да, мы были подростками не так давно, мы еще понимаем, о чем они там переговариваются, и что у них планы на вечер, скорее всего. В общем, по периметру марки. По периметру открытки могло быть очень большое количество марок, почта это очень затрудняло, и поэтому обязали клеить, только позитивно, да. Вот. Ну, и, да, и как символика, да, то есть, ну, девушка задумчивая, с яйцами, да, то есть, ну, на такой открытке тоже можно было что-то написать. Все-таки про яйца вернемся еще к нашим золотым яйцам, пасхальным яйцам. Цвета, да, естественно, у меня сразу ассоциация с красным цветом, да, первый цвет, который, да, традиционно, вообще вот яйцо выкрашивалось в красный цвет. Ну, во-первых, красного цвета, ну, сравнительно, можно добиться в нашей луковой шелухе, да, луковая шелуха. В этом году, кстати, вот я сейчас еще не пробую, но скоро попробую, моды на покраску в вине. Нет, я как раз хотела эту тему, я думаю, она всем очень интересна. Да, я даже уже это сделал. А вы красили? А вы уже покрасили. Ну, и как получилось? Вот они также сверкают этими микрокристаллами, да? Ну, в общем, и нам сейчас... Ну, оригинально нужно еще замешивать вино с сахаром, у меня дома не оказалось ни грамма сахара, поэтому... Серьезно? У меня все равно искрятся и переливаются. А вы мешали красное с белым вином или только на красное? Только красное. Я прочитала еще рецепт, где еще добавляют даже белое. Я думаю, можно экспериментировать сколько угодно. Видимо, этот цвет уже будет варьировать, если чисто красное. Ну, в общем, я так понимаю, вот яйца украшены на меня. Честно, у меня сейчас тоже будут красные яйца, сейчас попробуем. В общем, кто-то говорит, что надо в сладком, ну, потому что там вот так повышенное количество сахара, кто-то говорит, да все равно самое дешевое, которое не жалко. Ну, в общем, надо попробовать. Но красили, да, красили луковой шелухой, а красный цвет, ну, по легенде, Мария Магдарина дала императору Тиберию белое яйцо как символ вот этого воскрешения. И император заявил, что как белое яйцо не будет красным, так мертвый человек не станет живым. И в этот момент в его руках яйцо покраснело. Да, я себе читала. Поэтому, поэтому, да, красили красные яйца. Кроме того, яйца можно было, ну, покрасить березовыми листьями из веников банных. Тогда оно такое зеленоватое. Кроме того, если мы возьмем, ну, красную капусту, то яйца будут синими. А, свекла и красная капуста еще. Да, да, да. Свекла дает фиолетовый цвет, красная капуста дает синий цвет. Но это из натуральных пигментов, да. Если, ну, если кто-то был очень богат, то это можно брать шафран. Ну, это... Это очень красивые желтые яйца. Но стоимость шафрана космическая, так что, ну, не каждая хозяйка могла себе такое позволить. Ну, как, в общем-то, и сейчас, поэтому можно обойтись куркумой. Да, можно куркумой обойтись, да. Но она не дает такого красивого цвета. Ну, да. Но шафран использовался и в пасхальной кухне, да, то есть при изготовлении той же самого кулича. Ну, собственно говоря, да. Значит, в общем, яйца красят в разные цвета. И дальше, конечно же, сразу, что приходит, это вот традиция, что вот за праздничным столом, да, надо вот стучать, стукнуться яйцом. А есть ли какой-то здесь... Катать когда? И можно или катать, можно и катать, или можно вот стучать. Что-то вы про это традиционно говорите? Ну, традиция-то, ну, это, грубо говоря, человек не может не играть. Человек по своей природе азартен. Он хочет желательно выигрывать. Поэтому, ну, по крепости яйца, да, то есть это соревновательный принцип, да, что кто выиграет, кто же этот самый крутой, потому что яйца сварены вкрутую, и самый крутой, соответственно, больше всего получает яиц. Кроме того, яйца-то были освещенные, поэтому, ну, считалось, что они обладают также лечебной силой, поэтому яйца, ну, как бы... А, то еще и как защита. Да, как защита. То есть, в общем, если у вас побилось яйцо, собственно говоря... Ничего страшного, значит, просто... Не в этот раз. Очищаем и съедаем. Улучшаем, да, и улучшаем свое самочистое. Просто я помню, что вот опять-таки у нас в детстве, вот я у бабушки, да, и мы этими яйцами скучали все, и я помню, что у меня оно разбивалось, и для меня это каждый раз была трагедия. Я вновь сидела и смотрела, кто же за столом, у кого самое сильное. Да. Конечно, детская рука тянется, можно мне взять следующий ясток, но еще раз им, да. А про катать яйцо, вот катание яйца. Ну, катать, да, для катания яйца, но это опять-таки уже на дальность, да, это, как правило, делалось на свежем воздухе, были специальные даже желабки, и, ну, у кого яйца, дальше укатится, ну, соответственно, кто и выиграет. Понятно. Еще у меня вопрос по поводу... Хорошо, вот мы поговорили, значит, про украшение стола, да, что вот там останавливались, да, вот посуда, вот в центр стола оставилась, и все-таки вернемся к нашим замечательным блюдам, да, вот ассоциация того, что... Ну, покушать хочется, да, видите. Все-таки мы не представляем себе стол пасхальный без, опять-таки, наших яиц, мы не представляем его без Пасхи, ну, да, мы не представляем его без куличей, но в Латвии наверняка есть тоже были свои традиции какие-то и существуют по сей день на Пасху, возможно, они взаимствованы тоже были. Ну, это большей части заимствованы, потому что, ну, яйца, да, это латышский символ, да, как символ жизни, ну, куличи, это, конечно, славянская традиция, но не совсем, потому что в той же самой Италии на Пасху пекут особый, ну, будем считать это кекс, кекс, да, который называется коломба. Коломба, она в форме голубя, святой дух, и рецепт ее очень похож на кулич, очень. Там используется миндаль, миндаль должен быть перетерт, но не миндальная мука, а именно перетертая миндаль, которая добавляется в обычное тесто. Там используются сухофрукты и, ну, орехи тоже, и вот эта сахарная пудра, которая тоже там присутствует. В общем, очень все похоже, да? Похоже, очень, да. А, ладно, ведь, тем не менее, вот я слышала про выпечку пирожков, это и есть традиция, и это могло быть Пасхи, или это просто... Пирожки у нас традиционные в принципе, да, потому что, ну, если мы говорим о Пасхе, то нужно помнить, что предпасхальная неделя – это неделя очень строгого поста, поэтому яйца не ели в том числе, поэтому их много, курица их помесет постоянно. Мясо под запретом было вообще довольно длительное время, и, соответственно, ну, как только Пасхальная неделя настает, мы разговляемся, начинаем кушать все то, что мы не кушали какой-то продолжительный период времени, и поэтому, ну, такие блюда присутствуют. А пирожки со шпеком, ну, конечно, в нашей бабушке их очень любили готовить, это тонкий слой тесто, и внутри должно быть очень много обжаренного шпека с луком. Ну, и хозяйка, да, пока пеклись пирожки, конечно, нужно было следить, чтобы эту начинку дети не подъели. А, ну, конечно, всем хотелось протянуть свои шаловливые ручонки. Да, 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 ложечку. Вот, ну, очень интересно, на самом деле, вот, я сразу, конечно, не могу не внести свои пять копеек, готовлюсь сегодня к программе, я там в интернете поискала, может быть, кто-то меня подпоравит, но такая забавная традиция, например, в Польше похороны селедки, это одно только название, уже смешно, но, собственно говоря, поскольку был Великий пост, да, и особо много вьюду, что не употреблялось, то в Польше по сей день существует такая традиция, она, конечно, не везде популярна, но она имеет место быть, да, к концу поста устраивают похороны селедки, ну, оказывается... Потому что так надоело? Потому что особо ничего другого не ели, ели селедку, ее уже в конце видеть не могли, я даже нашла картинку в интернете, где там такой некий поддон, на котором лежит селедка, и торжественная поминальная процессия. А после чего на этом, если вы думаете, что заканчивается история, нет, оказывается, есть еще и похороны сардинок, они в Испании, и у Гои есть знаменитая работа, где отображена именно этот процесс похорон сардинок, Франциска Гоя. Так что история у нас и имеет всякие забавные тоже самые забавные моментики. Ну, а я пока напомню, что у нас с Александром Чудновским в гостях руководитель проектов Музея Рижский центр Югенстиля Юлия Трофимова. Мы упомянули в нашем разговоре различные пасхальные традиции, в том числе катание яиц. В городской среде, в Риге тех лет, где-то проходили какие-то народные гуляния, я не знаю, в Верманский парк, Эспланада? Ну, о народных гуляниях, конечно, это отдельная тема, да, потому что, ну, устраивали, и не только в Верманском парке, а на Эспланаде особо нет. Там был крестный ход, потому что был уже построен кафедральный, Рижский кафедральный ресторан-рождественский собор, так что там, ну, происходила литургия, и там более религиозная. Устраивали также, ну, предприятия, да, то есть у того же самого завода проводник, который на самом деле с Аркентовой у них был свой парк, то есть там проходили мероприятия. Ну, это также нужно помнить, что устанавливали качели, да, то есть традиционно на пасху. Кстати, покататься на качели. На качели кататься обязательно, потому что, ну, во-первых, при помощи качели, ну, такой языческий, можно сказать, отголосок, качели раскачиваются, мы поднимаем солнце, а также мы поднимаем наши зерновые, чтобы они лучше росли. Кроме того, при помощи хорошо раскачанных качелей девушки могли привлечь к себе мужа. Так что качание на качелях было, скажем так, в обязательном, в списке обязательных мероприятий, что мы будем делать на пасху. А мужчины тоже? Ну, мужчинам это мне не актуально, у мужчинам было гораздо более выборы, и если мы говорим о периоде в начале 20 века, то мужчина мог себе обеспечить супругу достаточно просто, если у него был достаточный доход, потому что… Ну, собственно говоря, не только в начале 20 века. Да, нет, но маленький нюанс, потому что в начале 20 века девушка, как правило, не самостоятельно решала, за кого она выходит замуж. Это нужно помнить, что сейчас, как мы привыкли жить, это изменилось за последние лет 70. А вот эти красивые романтичные барышни, почему и тайная переписка? Потому что породители запрещали. В общем, все равно. Молодой человек мог прийтись не ко двору. Он мог быть очень симпатичным, но недостаточно хорошим для нашей дорогой любимой доченьки. В вашем музее сегодня, приходя, если можно же прийти, я так понимаю, что музей у вас по себе тоже оформлен, да, в пасхальной атрибутике? Да, мы исследуем традиции, то есть у нас вся та пасхальная атрибутика, которая была характерна для начала 20 века, у нас представлена. То есть мы делаем пасхальное дерево, мы делаем пасхальный венок, потому что, ну, если с Рождеством все понятно, вот эти венки на березе... Ну, вроде с Рождеством все понятно, но каждый год все равно одно и то же. Каждый год тот же разговор, где был первый елочный шар. Собственно говоря, с Пасхой, мне кажется, там аналогичная история. С Пасхой тоже все сложно, но вот пасхальное дерево, оно символ жизни. То есть, опять-таки, мы украшаем дерево, мы берем... Это ветки? Это могут быть ветки. Это можно оформить немножко по-другому, да, потому что, ну, у нас вот наше музейное пасхальное дерево, оно сделано как столбик из березы, затем у него сформирована оазис из мха, воткнуты прутики отдельно, и на них уже развешаны яйца. Можно сделать по-другому, можно сделать, связав ветки вживые, которые срезаны вот непосредственно, и ждать, что они распустятся, как листики. Березовые листики. Да, березовые листики, или иву можно взять, да, то есть то, что даст побеги, вот эти свежие зеленые листики, которые можно, ну, грубо говоря, сподвигнуть, чтобы они выгнались, да, и на них тоже развесить яйца. Представила сейчас сразу картину, как я пойду резать березовые листики. Ну, так мы можем. Не лезните веточки, 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 да. Веточки выйдем в город. Ну, традиция есть традиция, Александр. Я согласна с вами полностью, и так я и буду отвечать, если кто-то меня спросит. Ну, почему бы нет? Юля, к слову о музее. Два года пандемии, слава богу, минули. Как сейчас с туристами? Ну, потихонечку возвращаются. Мы стараемся вернуть к нам людей, потому что, конечно, 20-й и 21-й год, ну, скажу честно, это одни из самых тяжелых лет по их... Ну, выжили, слава богу. Мне жалко, на самом деле, тех людей, даже, я бы сказала, конкретных людей. Мне жалко тех, кто очень молод, потому что мы потеряли, взрослые потеряли два года жизни, они потеряли два года молодости. Два года без друзей, без общения. Ну, общения было, но не живо. Ну, сейчас о музее говорим. О музее, ну, да, слава богу, нас поддерживали, спасибо финансированию Юридической Думы, потому что музей без туристов, ну, не музей. Так что полгода в 21-м году, по-моему, если я... Да, мы были полностью закрыты, мы занимались нашими фондами, мы приводили их в порядок, так что сейчас мы с новыми силами воспрямь духа. Слава богу, что вы выдержали. Да, конечно. Фонды, ключевое слово фонды. Откуда берутся, если берутся новые экспонаты? Новые экспонаты мы стараемся приобретать. Мы следим за различными коллекциями, мы следим за антикварианами, у нас есть люди, которые нам дарят. Ну, конечно, хотелось бы уточнить, что нужно дарить не всё подряд, а то, что конкретно относится к юген стилю, потому что, ну, мы все любят подарки, но, извините, читайская чайшка 60-х годов 20-го века, она совсем не относится к югенду, и нам с большим прискорбием мы говорим, что она уже старая, но недостаточно. Так что подарки нам всегда актуальны, конечно же. Ну, самые дорогие подарки мы получили уже давно. Ну, из последнего, самые ценные, самые интересные приобретения. Ну, и что из интересного? Ну, у нас, например, появились новые красивые статуи, небольшого формата, именно как интерьерные. У нас появились вазы, у нас есть камин. Вам подарили камин? Не подарили, мы его... Откуда вы его сняли, я бы хотела спросить. Вот это я не могу вам... На какой дом вы оставили без отопления? Ну, нет, мы никого не грабим. Нет, ну, понятно, понятно. Ну, иногда, иногда это, конечно... В нынешних условиях это вообще очень актуально? В нынешних условиях, да, и вспоминаешь о дровяном отоплении с большой ностальгией. Ну, сейчас немножко стало потеплее, поэтому можно немного забыть и дрова отложить в сторону и любоваться камином просто, чтобы любоваться камином. А рано или поздно ведь перестанет хватать площади музея, и наверняка вы уже задумаетесь Мы очень надеемся, да, нет, у нас переездили... Или расширение. Расширение, но это не от нас зависит, поскольку мы обустроены сейчас на улице Альберта, и у нас арендный договор еще... Ну, лет 10 точно мы там арендаторы на всех основаниях, а дальше, ну, как наше начальство решит, что нам скажет. Конечно бы, устроить целый дом юген стиля, но это достаточно сложно, потому что, ну, в центре города, во-первых, это все-таки так называемые доходные дома, у которых квартиры, да, то есть это в любом случае даже из музея. Мы расширились в 16-м году, пробив... Этаж вниз. Продрув этаж вниз, и уйдя в подвал, где у нас появилось дополнительное место для выставок, так что мы сейчас можем показывать исторический интерьер, и мы можем показывать какие-то другие вещи, которые связаны с юген стилем, иногда у нас даже современное искусство, но оно связано с нашей темой, например, сейчас у нас прекрасная выставка идет в сотрудничестве с посольством Франции, это картина Ирины Ошлой, называется выставка «Проснуться во сне», так что это современное искусство, но оно, скажем так, очень близко к нашему. Да, к нашему. В прошлом году у нас была прекрасная выставка с шелковыми, батиковыми росписью, тоже с птицами, с прекрасной символикой, символикой того времени. В этом году у нас тоже планируется много всего интересного, дай бог, чтобы оно все состоялось. Основной посетитель югенд-музея, как его можно описать? Это иностранец, это местный житель? Это, ну, скажем так, больше половины – это иностранцы. Иногда наши рижане с удивлением узнают, что у нас такой музей существует. Да, что до сих пор у нас такие люди есть, которые говорят с удивлением, что вот к нам приехали гости, и мы узнали, что такой музей есть, потому что они туда хотят. Нам это очень приятно слышать, но мы стараемся привлечь местный публик, потому что, ну, пока была пандемия, мы изощрялись различными способами, мы делали выставки в интернете, мы вещали из Фейсбука, проводили утренники онлайн, видео записывали. Ну, вот на прошлой неделе, например, я провела, но это было не онлайн, это было уже очно, слава богу, мы как раз-таки раскрасили яйца, создали наше традиционное пасхальное украшение. Как долго у вас в музее длится вот эта экспозиция пасхальная? До какого периода? Пасхальная экспозиция будет еще до конца этой недели, до 16-го, да, то есть если сейчас прийти в музей на этой неделе, то можно посмотреть, как он украшался традиционно на Пасху. В воскресенье будет моя коллега вести детский утренник, который тоже будет связан, ну, и в том числе с пасхальными традициями. А детский утренник – это какая-то специальная программа? Да, это наше, ну, да, это наше… Ну, как на нее можно записаться? Да, конечно, можно записаться, и это можно сделать или через Фейсбук, или позвонив на наш телефон музейный, я сейчас его наизусть не помню, но на сайте есть, можно… На слух все равно сложно воспринимать, я уверен, что в интернете запросы найти. В интернете можно есть, все очень, скажем так, рвутся туда, поэтому моя коллега иногда проводит целых два утренника, если очень много желающих, ну, поскольку для детей это очень всегда интересно, у нас уже есть, скажем так, постоянная аудитория, которая в первых рядах, они уже сразу знают, что каждое третье воскресенье у нас что-то будет, значит, туда нужно записаться. Сколько полезной информации. Ну, я даже хотела сказать, вернемся к началу программ, вы спросили, почему я пригласила, да, собственно говоря, по-моему, весьма очень даже успешно и интересно, мы сегодня услышали много. Про Марки я вообще слышу первый раз, ну, на этом у нас будет отдельная программа, тогда мы будем разбирать. Огромное спасибо. Будем разбирать, вам большое спасибо. Вам спасибо. Огромное спасибо. И обязательно увидимся еще. У нас в гостях была руководитель проектов Музея Рижский Центр Югенда Юлия Трофимова, «Павильон коллекционера» Александра Чудновская. И Александр Шунин. Большое спасибо, что были с нами. Да, спасибо. Спасибо. Слушайте радио Болтком.